приветствую друзья на моем канале по веб-разработке тема этого видео софт скиллы заблуждение новичка клиент просит переделать мой идеальный код думаю это ситуация типично типично для любого разработчика любой разработчик начинал учить код читал про код ему казалось что все что он должен делать это писать замечательный идеальнейший код и тут приходит реальный мир и просит его подправить то что он написал писал писал неделю две три и подпросят подправь здесь подправь там давай тут что-то уберем то что мы делали или добавим что-то новое и начинается нервы начинается вспыльчивость давайте собственно рассмотрим эту ситуацию поподробнее знакома ли вам ситуация вы отвечаете да сколько можно менять требования мы же договаривались я все сделал как они хотели а вот этот вот попап мы мы же не договаривались теперь переделывать ну да как когда сейчас уже это все сдам сколько же этот эту задачу я буду делать думаю кому-то знакома кому-то не знакома если вы только начинаете в этом всем копаться досмотрите до конца и вы поймете что это не проблема не нужно к этому относиться вот именно так или хотелось ли вам как-то кого-то ответить вот следующим образом пусть сначала клиент решит что хочет а потом я сделаю а то опять переделывать это не решение то есть вот это прошлое это не решается вот таким путем нельзя клиенту сказать вот скажи что ты хочешь мы сделаем и все и разойдемся конечно речь идет о проектах относительно больших знаете разработка собственно это сфера услуг в 90 процентах случаев и 10 процентов я отношу к лохотронам это букмекерские конторы аналитики всякие которые позволяют делать ставки более эффективно это как будто в любом случае это очень близко к сфере услуг к вам обращается бизнес и говорит помоги мне решить проблему организации документа оборота вы не приносите прибыли бизнесу вы помогаете сократить расходы бизнесу вы оказываете ему услугу по документу обороту собственно где-то так вот собственно программы призваны помогать бизнесу нужно об этом помнить клиенты большинство клиентов работает в сферах которые не относятся к бизнес то и к персональным компьютерам например металлургия сельское хозяйство какие-то другие процессы торговля в конце концов ему не нужно знать персональный компьютер чтобы понимать где купить товар куда повезти его продать только в случае если единственный способ его продаж это интернет магазин вот использовать персональный компьютер это вынужденная мера для большинства клиентов и клиенты не хотят вникать в детали как правильно сделать проект сколько надо фреймверков или того сего сколько разработчиков надо они хотят найти людей которые решат их проблемы дать им деньги дать им время и получить результат желательно в ожидаемый период времени что нужно разработчику чтобы справляться с этими вызовами которых я уже которые озвучил необходимо учить объектно-ориентированное программирование что я подразумеваю под объектно-ориентированным программированием это очень большой спектр технологий подходов независимо от того на каком языке ты пишешь независимо от того на каком фреймверке ты пишешь изучаю п и это будет твой хлеб и ты всегда сможешь вырасти дальше дальше и дальше что я подразумеваю подобное еще раз это чистый код нужно делать код таким чтобы его любой мог понять нужно требовать от людей делать код таким чтобы вы его могли понять называть функции теми именами что происходит в этой функции и так далее изучая паттерны проектирования паттерны проектирования дадут тебе возможность строить сложные конструкции в твоем проекте при этом все будут понимать что ты там построил ты использовал observer все знают что это такое ты использовал factory все понимают зачем это это замечательно изучай паттерны проектирования следуй solid принципам solid принципы позволяют сделать код таким чтобы по мере развития этого кода не приходилось сталкиваться с типичными проблемами изучай solid принципы делай код по принципу keep it simple они друг друга дополняют solid и kiss принцип дополняют друг друга сделай код как можно проще чтобы зайдя в определенный класс ты видел только то что за что отвечает этот класс давайте рассмотрим жизненный цикл успешного программного обеспечения что собственно должно пережить приложение прежде чем она умрет еще раз отмечу что это успешное программное обеспечение этап разработки это как правило 20 процентов всех расходов на программное обеспечение а то и того меньше 10 процентов 5 процентов зависимости от того насколько успешна идея этого проекта дальше в районе 5 процентов расходы идут на релиз расходы я могу подразумевать как временные расходы так и денежные расходы цифры могут меняться условно следуем этой схеме релиз сложно начать сложно запустить это требует большого количества времени нужно устранить все проблемы поддержка и доработка это основной этап этап когда живет ваше приложение это 75 процентов всех расходов но этот этап замечательный потому что клиент уже получает с приложения деньги по факту это разработка как беременность релиз это роды а поддержка это собственно воспитание ребенка здорово и дальше вывод из рабочего состояния ну похоронили и забыли давайте поподробнее разработка в целом я выделяю один год на разработку нормального программного обеспечения разработка может быть и больше но желательно успеть за один год релизнуть какую-то рабочую версию чтобы уже начать клиенту приносить деньги с этого приложения чтобы он был лоялен давать вам больше денег напоминаю что этот этап сопровождается лояльностью клиента у клиента появились деньги есть идея он мечтает о том что все будет идеально все будет так как ему хочется и по мере разработки вы можете либо улучшить отношения клиента к вам либо ухудшить в зависимости от того какой результат вы ему показываете требования какие могут быть прошло полугода клиент хочет отказаться от какой-то фичи которую вы начали делать самом начало например не доделали клиент вообще решил ее не использовать дальше клиент просит а давайте расширим какую-то фичу b какой-то новой функции новой функциональностью в например чтобы продавать можно было не только обычные товары но и товары у которых можно выбирать разные опции цвета и вы покупаете в этом случае разные товары очень необходимый функционал и логично что клиент это попросил дальше обнаружено баг фичи d вы идете его исправлять а вы ее делали два-три месяца назад или ваш коллега делал столько времени назад или коллега с другой страны это делал или клиент не может понять почему фича работает именно так и просит вас пояснить что все-таки происходит фича е вы идете смотрите все что в ней происходит и отчитываетесь клиенту если код написан хорошо вы это сделаете за час если код написан плохо вами дня не хватит релиз какие проблемы могут быть связаны с релизом мы наполнили базу данных и все тормозит нужно исправлять импорты начали работать медленно потому что клиент начал активно их наполнять то есть в очередь попало 20000 записей сайт не справился он начал работать очень медленно или именно функционал функционал импорта очень медленно дальше клиент залогинился но у него ничего не получается купить не могу разлагиниться не могу ничего не могу почему это так случилось почему именно с этим юзером выше всех проверяли а этого не проверили начинайте искать ошибки или клиент приходит говорит помните мы там начали разработки делали импорт со старого сайта я вам сказал что это будет один раз ну вот я соврал вот вам новый файл пожалуйста перри импортить и только я там немножко структуру поменял надо сделать так чтобы старый импорт отработал но структура у нас немножко другая в этом файле вы начинаете возмущаться говорить как же так структуру поменяли это новая работа разумеется в дополнительную плату вы это все сделаете поддержка как правило это очень много лет при условии что идея была хорошая идея была здоровая и она прижилась много пользователей бд может поломаться бд может быть очень медленной бд может не выдерживать поиски по базе данных очень медленные потому что таблица стала невероятно большой клиент опять может просить добавить что-то новое это бесконечный процесс мы хотим что-то новое у нас есть деньги мы хотим еще 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 или убрать старую фичу или расширить какой-то поисковый движок например мы хотим мы искали с помощью базы данных теперь мы хотим искать с помощью какого-нибудь java приложения например elastic search если вам это знакомо это типичные запросы собственно проблемы с которыми вы останетесь в случае если не будете соблюдать объектно-ориентированный подход либо правильные подходы проектирования вашего приложения код будет нечитаемый стоимость его прочтения то есть столько времени сколько вам надо будет просидеть будут невероятно большими эти вот временные рамки дальше невозможно будет расширить фичу без переделки большого куска приложения а переделка приложения это баги это что-то сломалось это исправление ошибок люди люди не любят когда ошибки возвращаются каждый раз старые ошибки возвращаются нужно делать код так чтобы старая не возвращалась если появляются какие-то баги они обязательно должны быть новые иначе за это сложно выбить деньги невозможно удалить фичу из программного обеспечения все на этой фиче завязано на самом деле она не была такой необходимой но так сложилось вы случайно начали делать неправильно и так и продолжили и так оно все теперь не знаем как убрать ее надо искать решение или невозможно найти разработчиков на этот кусок гениального кода то есть код реально гениальный и никто не понимает как с ним работать то есть вместо троеточия напишите любую аббревиатуру которая была как бы вы назвали код который бы вы не хотели поддерживать можете это сделать комментариях будет интересно почитать ваши варианты собственно выводы делая плохой код или не желая учиться изучать объектно-ориентированное программирование подумай сначала своей репутации сделав плохо тебе все будут знать твой код будет жить несколько лет после тебя и люди будет сталкиваться с твоим кодом и понимать что его поддерживать очень очень сложно и ты как человек был не очень хороший когда это дело большие проекты могут научить тебя объектно-ориентированного программирования стремись попасть в большой проект большую команду тебя натаскают помогут помогут начать правильно попытайся на старте не начинать с фриланса иначе с фриланса будет тяжело перейти большие команды так как потеряете по зарплате и помни собственно клиент не должен и не хочет собственно знать как работает его программное обеспечение изнутри до тех пор пока все работает так как он ждет до тех пор пока деньги капает ему в карман он дает деньги вам это честный обмен знаниями обмен услугами то есть он платит вам деньги вы делаете для него хорошо запомни это самый важный принцип надеюсь я смог убедить вас в том что код не должен быть идеализирован должны быть идеализированы пожелания клиента возможности к решению новых вызовов от клиента когда клиент приходит говорит тут мне не нравится хочу это убрать тут тут нравится хочу тут еще что-то добавить и вы это можете сделать это огромное наслаждение когда вы открываете свой код еще больше когда вы открываете код команды которые вы руководите и вы можете его доработать значит ваша команда работает правильно вы спокойно можете работать с кодом любого участника в команде всем будет хорошо от этого так что желаю успехов повышайте свои софтскиллы это очень важный навык разработчика который приносит гораздо больше чем хардскиллы так что я буду снимать новые видео по этим тематикам что до скорых видео пока